Микрофон работает. Что ж, пару слов обо мне. Я последние несколько лет работаю в Сберии, занимаю роль корпоративного архитектора и специализируюсь на задачах, связанных с управлением клиентскими данными. Сегодня я расскажу о том, как строится наша клиентоцентричная архитектура, как строится клиентоцентричный подход по управлению данными. Прежде чем приступить к этому подходу, нужно погрузиться в небольшой контекст. Примерно 10 лет назад Сбер как таковым клиентом не управлял. Существовало несколько систем с отдельными продуктами, которые жили обособленно. Например, когда клиент приходил в отделение, одновременно пытаясь оформить вклад и кредитную карту, его дважды идентифицировали, его данные дважды заносили в систему, при этом данные в этих системах друг с другом никак не синхронизировались. Очевидно, что с ростом развития бизнеса, с появлением новых бизнес-продуктов, такой подход как бы мешал развиваться. Например, невозможно было собрать информацию о всех продуктах, которыми обладает клиент. Невозможно было строить кросс-продажи. Для того, чтобы победить эту проблему, появилась система класса MDM от одного из российских вендоров, которая работала по следующей логике. Данные о клиентах в существующих бэковых системах сливались в MDM. Там происходила вычистка дублей и появлялась некая актуальная информация о клиентах. После чего эти данные веерные распространялись тем потребителям, кому они были нужны, но было несколько нов. Во-первых, сбор таких данных происходил с дикой задержкой. Как правило, это случалось по ночам, а иногда и даже с задержкой в сутки. Во-вторых, далеко не все, например, фронтальные системы обращались в MDM. Как следствие, появлялись проблемы, связанные с искажением данных, которые имелись. Примерно с 2018 года вместе с большой технологической трансформацией начался, скажем так, этап клиентоцентричного проектирования. Что он в себя включал? Во-первых, с точки зрения фронта, все фронтальные системы, которые работали с клиентскими данными, направлялись в одно место, в один источник данных. То есть у нас появляется единственный источник самых актуальных достоверных данных. При этом, с точки зрения хранения в бэковых системах, из них практически полностью исключается дублирование этих самых данных и связь продуктов, согласий, обращений с клиентом выполняется через общий идентификатор. Естественно, этот идентификатор выдает мастер-система. Собственно, это тот дрим, к которому мы идем. Наверное, можно сказать, что сейчас его достигли процентов на 70-80. Так, мое экспертное заключение. Давайте теперь погрузимся вовнутрь. Что же у нас находится в середине? В середине находится мастер-система, единый профиль. И давайте разберемся, как она работает, что есть внутри. Прежде надо отметить, что процесс создания мастер-копии – это длительный проблемный процесс. Как же мы его решали? Собственно, были взяты кор-системы, карты, вклады, кредиты, в которых на тот момент времени жили клиенты. Всех этих клиентов пропустили через сито стандартизации и дедубликации. И в итоге на выходе из 600 миллионов запись у нас получилось около 100 миллионов клиентов. Понятно при этом, что у нас осталась некая серая масса. Внизу влево она видна. Это те клиенты, у которых были недостаточные данные для того, чтобы принять решение о том, что конкретная запись принадлежит отдельному клиенту. Давайте же разберемся, что у нас посередине, что представляют вот эти чудесные бублики стандартизации и дедубликации. Процесс стандартизации, исходя из названия, очевидно предполагает создание неких стандартизированных данных, приведенных к единому формату. На примере адреса или, например, номер телефона, очевидно можно утверждать, что их можно завести в систему различным способом. Для того, чтобы с этими данными потом можно было как-то работать, ими управлять, строить индексы для поиска, их нужно привести к единому формату. За это у нас отвечает отдельная выделенная система, которую этот сервис предоставляет. Помимо приведения к правильному формату, данные также обогащаются. Например, по номеру телефона мы сразу определяем, к какому из сотовых операторов он принадлежит. У адресов тоже есть отдельная развесистая структура, которая дообогащается. Ну и, к слову сказать, практически все домены клиентских данных, которые мы храним, проходят через стандартизацию. Далее. Магическая дедубликация. Что же это такое? По сути, это алгоритм определения дублирующих записей, который предполагает сравнение группы атрибутов у разных записей. В случае их равенства принимается решение о том, что эти записи принадлежат одной сущности. В случае с клиентом две записи схлопываются в единую, дублирующие записи деактивируются, но основной профиль становится тем самым золотым и основным. Чуть-чуть нырнем внутрь, как технически эта самая дедубликация работает в нашей системе. Нужно отделить операции вставки, то есть создание новых клиентов от существующих апдейтов. Чем они отличаются? Первое. При появлении запроса на создание нового клиента дергается специально выделенный сервис, который в реалтайме, в синхроне для вызывающей системе режиме, пытается понять, а есть ли у этой записи дубли. По сути, этот сервис обращается в хранилище, делает поиск и пытается в синхронном виде понять, а есть ли пересечения. Очевидно, что ответов всего два. Клиент либо найден, то есть пересечения уже найдены, и это дубль, либо он не найден. Что происходит дальше? Что происходит дальше? Если клиент был заранее найден, выполняется апдейт существующего клиента, уже существующим ID-шником. Соответственно, если он был не найден, он создается заново. Что важно, вне зависимости, был ли найден дубль, не найден дубль, все события складываются в отдельную очередь для последующей обработки. После того, как сообщения сложились, выполняется ответ источнику запросов. Что же происходит в этой внутренней очереди? С ней ситуация следующая. Те потребители, которые приходят и приносят новых клиентов, естественно, работают с жестким SLA и ожидают молниеносного ответа. Но сделать полноценную дедубликацию, сравнить, а есть ли у нас дубли, иногда в реалтайме невозможно. Для этих целей, собственно, есть отдельный оффлайн процесс, который в асинхроне делает эту самую дедубликацию. Просто для понимания приведу пример, почему это нельзя делать в реальном времени. То есть, понятно, сравнить две записи по трем-двум атрибутам, понятно, можно сделать в моменте. Но, например, когда требуется поднять несколько профилей, взглянуть на их историю изменения, поднять, например, как менялся паспорт у клиента в течение жизни, это в реалтайме сделать невозможно. Поэтому есть механизм полной дедубликации, которая работает в оффлайне. В случае, если источник изменений приносит апдейт существующего клиента, здесь все просто. Изменения сразу накатываются в основную базу, потому что мы уже знаем заранее, с каким клиентом мы работаем, его где-то идентифицировали раньше. Но при этом после апдейта все равно запускается этот процесс дедубликации. Что важно с точки зрения системного взаимодействия, в рамках дедубликации у нас происходит деактивация одних идентификаторов. И, соответственно, после того, как мы объединили профили, всегда идет уведомление множеству потребителям о том, что часть одишников деактивирована, а часть из них, соответственно, стала актуальной. Тема дедубликации достаточно чувствительная с точки зрения клиентского опыта, клиентского пути. Очевидно, что если мы вдруг в своих алгоритмах ошибемся, приведем к ситуации, как изображена на картинке. Я думаю, ни один из клиентов не будет счастлив, если он попадет в один из вот таких профилей. Что здесь можно сказать? Когда мы стартовали, запускали свою систему, для определения дублей были идеи использовать какой-то алгоритм из машинного обучения. Но от этой идеи, честно, отказались, потому что в случае с каким-то вероятностной моделью всегда был риск того, что непонятно, а насколько вывод был верный, и что делать, если он был действительно неверный. В связи с чем у нас работают жесткие правила, жесткое пересечение, сочетание разных полей. Ну и, наверное, последнее, что хочется сказать, что процесс создания новых алгоритмов в выявлении дублей, он на самом деле не прекращается. Несколько лет назад мы начинали примерно с 20 алгоритмов, сейчас их около 100. Понятно, что любой алгоритм, его можно заложить в некую модель, но любой алгоритм может разбиваться о реальность жизненную. Пример с Натальей Петровой. Мы однозначно знаем, что есть некий клиент Наталья. Ее профили были в нескольких системах. У этих профилей точно совпадает дата рождения, документ удостоверяющий личность, но вот имя написано двумя разными способами. Кейс, кстати, с Натальей, вот такой прям самый жирный, с ними было очень много проблем. Что же мы делали с такими кейсами? Если мы примем решение, что какой-то из этих профилей правильный, всегда есть риск того, что мы не угадаем, тем самым навредим клиенту, навредим своим процессам. Вывод очень простой. Для таких неоднозначных ситуаций все наши профили имеют свою статусную модель, которая говорит о том, насколько мы конкретному профилю можем доверять или не доверять. Вместе с введением этой статусной модели были доработаны все фронтальные системы, которые могли эти клиентские данные изменять. То есть все системы, которые так или иначе соприкасались с клиентом через сотрудника, были доработаны следующим образом. Все эти системы научили работать с той статусной моделью, которая хранилась в мастер-системе. И, соответственно, при обращении такого клиента в отделение у операционистов на экране возводилась специальная подсказка, которая мотивировала, или, должно сказать, заставляла эти данные должным образом, а, сверить, б, занести в систему. Соответственно, распространение этих данных по куче потребителей мы запускаем только после того, как эти данные полноценно верифицируем, то есть мы можем им верить и доверять. Разобрались с фронтами, разобрались с источниками данных, и то, как мы собираем золотую запись. Теперь давайте разберемся, а что мы с ней делаем дальше. Условно, всех потребителей можно разделить на четыре части. Первая группа, самая многочисленная. Это системы процесса потребителей, которые приходят за профилем клиента поштучно. Нам при звонке в колл-центр по номеру телефона нужно понять, что за клиент, чтобы сказать ему добрый день и назвать его по имени. При совершении, например, переводов по тому же номеру телефона нам также нужно подтянуть его в филу. Но и таких процессов на самом деле у нас абсолютное большинство. Таких потребителей больше всего. Вторая часть потребителей – это, как правило, бэк-системы, которые могут запускать свой внутренний процесс в случае, если на клиенте установлен тот или иной маркер. В качестве примера, если мы на клиенте поставили блокирующий маркер по информации от compliance, мы можем заблокировать клиенту доступ в мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Честно говоря, блокирующих маркеров достаточно много и есть множество внутренних процессов, которые на них зашиты. Третья группа потребителей – это те потребители, которые по особенностям своей специфики работают со своей собственной копией данных. То есть для реализации их процессов нельзя ходить все время в сервис поиска, им нельзя сидеть просто на событийной модели, им нужно, что называется, под ногами хранить копию данных. Пример фрод-мониторинга, который хранит связи в виде графов между разными клиентами для того, чтобы делать свои проверки. Ну и четвертая группа потребителей – это те системы, те процессы, которые оперируют обычно данными в пакетном режиме. Обычно это задачи либо аналитика, либо какая-то отчетность, либо ad hoc аналитика. Разберемся, как же всех этих потребителей получают доступ к клиентским данным. Наверное, самое первое, самое массовое – это те, кто приходят в сервисы поиска. В нашей системе реализовано множество сервисов. Наверное, что важно отметить, у нас нет одного большого мастер-сервиса на все случаи жизни. Нет, по требованиям, в том числе бизнеса, по требованиям безопасности. У нас под каждого потребителя, ну или под группу потребителей, создаются свои выделенные сервисы. Почему так? Тут есть несколько аспектов. То есть первый аспект, который вытекает из требований безопасности, мы должны соблюдать принцип достаточности. То есть потребитель должен выгребать тот объем данных, который нужен ему для реализации его бизнес-процесса. Грубо говоря, мы по запросу должны дать только то множество атрибутов, которые ему положено. Вторая часть – это особенная реализация фильтров фильтров с теми статусами доверенности и актуальности профиля, про которые я в самом начале разговаривал. Так как таких потребителей у нас очень много, есть своя специфика уже технической реализации. Данные, которые хранятся в профиле, лежат в слое данных, которые представлены двумя решениями. Основная часть лежит в базе Postgres. Рядом с ней поднят кэш с этими же клиентскими данными на базе Ignite. Соответственно, все запросы на поиск сразу направляются в Ignite, что позволяет более быстро отвечать тем потребителям, которые за этими данными приходят. И таким образом получаем тот самый Highload, который дает порядка 15 тысяч TPS в секунду в пике по всем потребителям. Важно отметить, как только мы начали делать множество сервисов для разных потребителей, мы сталкивались с банальными такими проблемами. Дело в том, что при первых релизах наши сервисы работали по черным спискам. То есть они работали серией верни мне всех за какими-то исключениями. К чему это приводило? Приводило это к тому, что как только у нас появлялись новые типы клиентов, расширялась статусная модель, нам приходилось постоянно дорабатывать старые сервисы. Вот такой жизненный пример, с которым было очень много проблем. Появилась такая бизнес-задача с BearKids. Отдельные профили детей. Очевидно, что с детскими профилями у нас работают выделенные потребители. Соответственно, всех прочих нужно было ограничивать. Какой из этого простой вывод? Мы теперь все новые сервисы делаем заранее с определенными списками, чтобы потом не приходилось их дорабатывать. Поехали дальше. Вспоминаем по тех потребителей, на примере фроуд-мониторинга, которые внутри себя хранят длительную копию данных. Таких систем прямо сейчас, наверное, на самом деле все меньше и меньше. Но на том этапе времени, пока мы мигрировали Legacy, когда мы переходили от второго к третьему этапу, эта тема была архи для нас актуальна. Как же этим потребителям мы отдавали данных? Собственно, любая транзакция на изменения в базе приводила к тому, что эти изменения отбрасывались в отдельную очередь, на которой был подписан специальный компонент Decision Maker, который по каждому из ивентов определял, а кому же такой ивент интересен. Очевидно, наверное, изменение фио или паспорта нужно отдавать практически всем, а вот изменение контактов, имейлов, телефонов нужно какому-то ограниченному числу потребителей. Собственно, Decision Maker определял, кому что распространять, и по каждому потребителю готовил отдельную очередь, куда эти события складывал. Далее, на выделенное событие было подписано отдельное приложение, которое из полученного события готовило сообщение для конкретного потребителя. Очевидно, что систем много, у всех свой API, для каждой системы нужно было сделать свой собственный маппинг или сделать свою, не знаю, учесть отдельную специфику. Простой пример. У нас была такая система, которая для одного бизнеса операции, когда мы изменяем паспорт и фио, предполагала последовательный вызов нескольких сервисов. Собственно, отдельное приложение, отвечающее за распространение данных в эту систему, эту задачу делало. Что важно? После того, как данные отдали в систему потребителей, в обязательном порядке мы ждали и ждем ответную квитанцию. Если квитанции не получена или получена, например, ошибка, стандартно запускается несколько попыток переповторов. И если уж переповторы не помогли, мы фиксируем инцидент. Специальные люди, которые управляют, занимаются сопровождением систем, имеют свой дашборд, где такие отклонения фиксируются. Соответственно, если кто-то недоступен, запускается процесс формирования инцидента и разбирается, а почему же какая-то система не обрабатывает запросы. Что в таком подходе подкупает? Понятно, что мы до бесконечности глубоко можем кастомизировать процесс распространения под конкретного потребителя. Мы обеспечиваем гарантию доставки и эту гарантию контролирует источник. При таком подходе у нас распространение в каждого потребителя работает полностью изолировано. Соответственно, мы можем регулировать интенсивность распространения и в случае необходимости, если вдруг этот потребитель упал, всегда есть возможность переповтора. Но очевидно, платой за такие плюсы является стоимость и сложность разработки. Я, наверное, уже чуть-чуть повторюсь, но от такой схемы распространения мы стараемся отходить, она еще существует. Но на самом-то деле еще раз ее делать надо хорошенечко подумать. Если такой паттерн применять, то нужно взвесить все плюсы и минусы, насколько компания готова инвестировать в такой способ распространения. Я думаю, наверное, ребята в середине сидят и задаются вопросом, зачем так сложно, почему так заморочено, почему бы единожды не выплюнуть сообщение в ту же кавку, она у меня здесь фигурирует, и не подписать на эти события всех потребителей. Мысль абсолютно верная, но мы ее в целом разделяем, но почему в лоб так задачу не решаем? Тут есть два момента. Первое, это та же самая безопасность, которая запрещает в общедоступном режиме выгружать данные. Если мы выгрузим это в какой-то публичный топик, очевидно, что управлять несанкционированным доступом к нему задача достаточно сложная, особенно в условиях большой компании. Тем не менее, ивентовый механизм event-driven architecture у нас тоже присутствует. В данном паттерне мы распространяем так называемые типовые события. То есть это те самые ивенты, получив которые потребитель может стартануть свой процесс. Так, извините. А что-то у меня кликер перестал кликать. Раз, раз, раз. Пам-пам-пам. И ничего не происходит. О, случилось. Спасибо. Типовые события. Собственно, типовые ивенты мы кладем в публичную кавку. При этом под каждый типовой ивент создан отдельно выделенный топик, и любой потребитель может к ним подписаться, их обрабатывать. Мы, как источник из системы единого профиля, не проверяем, кто на них подписан, и не контролируем, что потребитель эти сообщения вычитал и успешно обработал. С помощью такого метода распространяются события смены клиентского ID вследствие дедубликации, объединения, про которые я в самом начале говорил. И с помощью него распространяются отдельные ивенты по установке или снятию различных признаков на самом профиле. При этом изменения условного фио или там дата рождения или документа удостоверяющего личность там нет. Движемся дальше. Так, опять кликер нас подводит. Так, коллеги, пока я продолжаю кликать. О, накликал. Расскажу про третий паттерн распространения, который у нас есть. Это комбинированный вариант. Представляет из себя, наверное, симбиоз механизма публикации типовых ивентов и механизм запроса. То есть есть отдельный типовой ивент, который не содержит бизнес-данных, но при этом потребителю говорит о том, что у клиента изменился тот или иной блок. Соответственно, если потребителю это интересно, он обращается в сервис поиска и получает то, что ему положено, ну и запускает свою обработку в том режиме, как требуется. Движемся дальше. Так, мне опять, я дико извиняюсь, но меня подводит кликер. К чему же мы приходим в конце? Какое же итоговое окружение появляется? Понятно, что в центре есть система, у которой есть большой движок на обеспечение большого числа запросов на поиск. Естественно, и процесс поиска и создания сопряжен с сервисом стандартизации. Есть внутренний движок, обеспечивающий дедубликацию. Для любых потребителей сделан механизм распространения. Будь то это распространение точка-точка, point-to-point, либо это ивентовая модель. Каждый фронт, который генерит изменения данных, работает в единой логике, по единым правилам, которые позволяют, собственно, развивать этот процесс в едином ключе. Напомню, у нас есть еще четвертый потребитель, про которого я до конца не рассказал. Это те потребители, у которых есть задача работать с данными в пакетном режиме. Любая аналитика, любая отчетность, она не делается на базе единого профиля, не на базе, скажем так, опер-системы. Все делается на реплике в фабрике данных. Это, наверное, отдельный пласт, про который, наверное, можно сделать отдельный доклад. Но ключевой момент, что таких потребителей мы тоже удовлетворяем. Ну и последнее. Любые клиентские данные имеют способ устаревать. Более того, есть требования, предполагающие необходимость их регулярной актуализации. Для того, чтобы поддерживать данные в актуальном состоянии, естественно, мы являемся активным потребителем сервисов госуслуг. В текущий момент есть множество, скажем так, государственных услуг. Есть разные сервисы от разных ведомств. В общем, в двух словах, все эти сервисы позволяют поддерживать клиентские данные в более актуальном состоянии. Или, например, помогают их просто проверять на актуальность и валидность. Собственно, без такого компонента мы не можем обеспечить актуальные данные о клиенте. Я уже двигаюсь к последним слайдам. Чуть-чуть специфики Сбера. Очевидно, что Сбер – это большая компания с большими внутренними процессами. Иногда их даже, можно сказать, бюрократией. Всем этим надо как-то управлять. Для того, чтобы любые архитектурные изменения происходили в едином ключе, вот в той парадигме, про которую я рассказывал, у нас существуют специальные архитектурные стандарты, которые на любом этапе жизненного цикла ПО контролирует корпоративный архитектор. Будь это этап проектирования, будь это участие в прием-здаточных испытаниях или вообще некий результат аудита, как же система работает прямо сейчас. Есть несколько требований, которые сводятся к простым требованиям. Первое. Мы запрещаем хранить клиентские данные где-то, кроме мастер-системы. Второе. Вытекающее отсюда. Мы заставляем в каждой из бэковой системе хранить идентификатор клиента как связь с основным профилем и быть подписанными на события изменения этого идентификатора. Немножко связанная задачка. Это есть запрет на создание интеграции, в которых в качестве идентификатора клиента используется что-то отличное от client ID. Как это работает по жизни? Если вдруг команда осознанно допускает отклонение от этих стандартов, на нее заводится техдолг, и есть отдельная процедура, как этот техдолг устраняется. У него есть свой срок. Идея в том, что если команда в договоренный срок этот техдолг не устраняет, она получает запрет на дальнейшее развитие. Это такое внутреннее подспорье, которое отдельным образом мотивирует команды к этой самой трансформации и помогает приблизиться к этой самой клиентоцентричной архитектуре. Ну и финальное. Зачем это все и что это нам дает? Очевидно, агрегируя данные в одном месте у нас упрощается процесс ими управления. За счет того, что клиентские данные живут только в одном месте, мы прекращаем использовать естественные ключи как идентификатор клиента, у нас уменьшается число жалоб. Вспомним пример с Натальей Петровой. Вот несколько лет назад для того, чтобы отобразить продукты в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, мы продукты клиента искали по связке филду УДР. Очевидно, если бы мы по Наталье пробежались по всем системам, мы скорее бы всего не получили полный спектр ее продуктов. Сейчас сбор продуктов работает по client ID. За счет этого подобные жалобы не могу сказать, что сходят на нет, но они значительно уменьшаются. Следующий момент. За счет агрегации данных в одном месте, клиентских данных, нам проще реализовывать те требования, которые накладывает законодательство. За счет уменьшения числокопия клиентских данных, естественно, снижается риск их несанкционированной утечки со всеми вытекающими. Ну и, наверное, последнее, что хочется сказать. При агрегации данных о клиенте в одном месте и выдаче client ID всем, у нас реально упрощается развитие бизнеса. С той точки зрения, что нам проще собрать продуктовый профиль клиента, нам проще собрать аналитику по нему. Вот до того момента времени, пока подобный подход не использовался, подобные задачи несли очень… В общем, эти задачи было сделать очень сложно. На этом у меня все. Надеюсь, было познавательно. Опять кликер меня подводит. Спасибо. Прошу, если понравилось, оценить доклад по соответствующему коду. Если вдруг желаете пообщаться после, можем пройти на стойку Сбера. Жду ваших вопросов. Александр, спасибо большое. Сейчас добежим и зададим все вопросы. Добрый день. Меня зовут Илья. Вот вы сказали, что вот этот подход у вас где-то на 70% внедрен. В чем основные сложности у вас сейчас остались? И вот можно сразу второй вопрос. Вот у нас в стейке есть еще устаревшие системы, у которых нет полноценного роста. Если у вас похожие примеры, как вот с таким подходом, с таким системами бороться? Давайте про первую часть. Почему это не происходит одномоментно? Все очень просто. Есть пласт систем, ну, например, старые системы, в которых жили вклады и счета. Или, например, старый процессинг. Очевидно, что мы такие системы по щелчку пальцев изменить не можем. И вот для того, чтобы достигнуть 100% трансформации и этих систем, как правило, это либо полная замена, либо полная перепись, делается одновременно с изменением подхода по клиенту. Это вот как бы наша реальность. Часть систем уже трансформировалась, выведена из эксплуатации и так далее, но отчасти еще в процессе. Поэтому сейчас еще не 100%, а вот те самые 70-80%. А вот насчет реста я немножко не понял. Можете вот чуть-чуть доуточнить, это на каком этапе нестыковка? Это вот когда система, вот обращение, да, то есть когда в системе нет полноценного роста, но в ней происходит изменение клиентских данных. Она не может в единый шлюз, да, в шину отправить эти данные своевременно. Слушайте, ну я, честно говоря, такой, наверное, аналогии у нас. Вот в моменте, честно, не вспомню. Если был вопрос из серии, а что делать, если потребитель не готов дергать трест-сервис, может быть, в этом был? Ну, это тоже, здесь вопрос, как быстро обновить данные, что будет уменьшить количество дублей, потому что в разных системах данные меняются. Я понял, ответ очень простой, делать это максимально быстро. Ну вот, а когда реста нет полноценного, получаются вот эти вот оффлайновые шлюзы, которые замедляют процесс. Смотрите, у нас же, естественно, все было постепенно. Начиналось это тоже с теми же самыми задержками, которые были актуальны для второго этапа. То есть кто-то нам отдавал с какой-то тоже задержкой клиентов. Но мы просто шаг за шагом с каждым из таких источников работали. И какого-то одинакового решения нигде не было. Тут скорее смотрели на конкретную специфику конкретного источника. Спасибо большое. Какого-то золотого рецепта, к сожалению, нет. Здравствуйте. Вопрос такой по поводу ошибок алгоритма. Вы сказали, что у вас был между вторым и третьим этапом множество интеграций с старыми системами. И вы их оповещали о изменении идентификатора. Вопрос такой, что будет, если уязвимость была в алгоритме и двух разных людей склеили в одного? То есть такая насущная проблема. Отличный вопрос. Жизненный. Смотрите, сейчас количество вот этих вот ошибочных объединений по факту разбирается всегда в ручном порядке. Как мы с ними разбираемся? Это либо есть триггеры по внутренним процессам, которые говорят, вот здесь у меня что-то сломалось. Либо что самое негативное, неприятное для нас, это жалобы или обращения от клиента. Что происходит дальше? Есть специально выделенная группа людей, которые работают с подобными обращениями и в случае заключения о том, что действительно объединение было ошибочное, выполняет обратную операцию, он разъединяет клиентов. Естественно, мы без этого жить не можем. То есть учитывая, что таких операций, честно, наверное, в штуках очень мало, под рукой у меня, наверное, так в моменте статистики нет, но это реально вопрос штук в день или даже, наверное, в неделю. Но это разбирается, грубо говоря, в полурочном режиме. Спасибо. Раз, раз. Александр, вопрос следующий. Мы же сейчас живем все уже в цифровую эпоху. Каждый практически пользователь, который приходит в сберку, это еще он оставляет много цифровых следов. И вот тут есть два момента. Мастер-система, она должна с одной стороны объединять максимальное число данных о клиенте в себе, а с другой стороны она не может держать себе все данные каждого сервиса. И вот по идее мастер-система должна чисто персональные данные держать в себе. Вот где сейчас проходит эта граница? Ох, еще один отличный вопрос. Смотрите, мы регулярно проходим дилемму, а что же у нас в этот профиль входит. Понятно, что там с каким-нибудь фио, документами, контактами вопросов не вызывает, ну не возникает. На самом-то деле вот определение места, что мы храним в одном системе, а что не храним, но это задача корпоративного архитектора. И здесь какого-то универсального ответа тоже нет. По сути, общий алгоритм принятия решений сводится к тому, что мы смотрим, а что это за процесс, как он будет развиваться дальше, а вообще, что вокруг него. Естественно, у нас нет задачи затянуть все в одну систему, но иначе она просто лопнет. Ну и так немножечко из внутренних моментов. То есть, например, у нас очень регулярная тема, а давайте-ка мы в единый профиль положим признак наличия или отсутствия, не знаю, продукта, согласия, еще чего бы то ни было. Такой соблазн всегда возникает. Откуда он идет? Ну как бы у всех логика такая. Окей, у вас касание с клиентом начинается с поиска этого профиля. Давайте мы сразу поднимем эти признаки и будем строить свой процесс. Где-то мы с этим соглашаемся в эту сторону, идем. Где-то принимаем решение эти признаки хранить в каких-то третьих системах, которые более для этого подходят. Надеюсь, ответим. Здравствуйте. Спасибо за доклад, Александр. Вопрос такой. Как вы избегаете эффекта гонки при изменении данных? Остались ли у вас какие-то локальные кэши в системах потребителя? Слушайте, а может чуть-чуть расшифровать? Не очень лавливый. Ну вот вы говорили, что все данные хранятся в мастер-системе, да? Локальных кэшей в потребителях вообще никаких. Давайте так, мы стремимся их свести к нулю, но отдельные кэши все равно остаются. Но вот пример с фрод-мониторингом. И он останется, что называется, навсегда и в целевом виде. Ну и вот в тех местах, где эти кэши остаются, как вы боретесь с каким-то эффектом гонки? А, все. Спасибо. Чуть-чуть не проснулся, не ловил. Я привел два паттерна. На текущий момент основной из них это распространение по схеме точка-точка. И текущая реализация, она предполагает, что мы данные доносим с задержкой в районе нескольких секунд. Как правило, текущих потребителей это удовлетворяет. Соответственно, если потребитель вдруг упал, эти сообщения не принимают, ну здесь как бы вопрос к потребителю. Наверное, вот таких вот прям живых кейсов, когда у нас произошел какой-то рассинхрон, и это как-то негативно отразилось на процессе, к счастью, у нас нет. И вот тот транспортный лаг по времени, пока мы эти сообщения доставим, в несколько миллисекунд или секунд, но он текущие потребности устраивает. Друзья, еще один вопросик, и у нас время закончится. Но мы всегда сможем продолжить в дискуссионной зоне. Так, вижу. Скажите, вот вы говорили про то, когда у нас два клиента к одному ID прикрепились, это вы разрешаете вручную. А что делаете с ситуацией, когда у одного клиента несколько ID сгенерировалось? Один раз он заходил по одному документу, другой по другому в разные системы, и несколько ID шлипает. Смотрите, а на самом-то деле это суть дедубликации. Кейсы, что у одного физического лица есть несколько профилей, это вариант допустимый. Ну, простой жизненный пример. Клиент поменял паспорт, пришел в отделение, и операционист поленился посмотреть на 19 страницу. Мы создали второй профиль. Собственно, после того, как мы клиенту оформили продукт, не знаю, от него могла пойти жалоба, или он мог прийти в отделение еще раз, добавив какие-то другие атрибуты, мы можем понять, что эти две записи принадлежат одному клиенту. В результате выполняется удаление дублей, появляется мастер ID и кейса, когда у одного физика есть несколько клиент ID, он для нас неприменим, он невозможен. Так, ну, вроде все. Александр, я думаю, что на этом сессию вопросов и ответов мы потихонечку переместим в дискуссионную зону. Спасибо за выступление. И теперь самое важное. Какой вопрос тебе больше всего понравился? Я точно запомнил вопрос, кажется, от Никиты, про как мы действуем в случае разъединения профилей. Так, и еще, наверное, давайте последний вопрос отметим про кейс. А как же быть, что у клиента несколько ID? У нас только один подарок. Тогда у меня первый вопрос, тот подарок, который у нас есть. А второму задавшему вопрос будет мой личный персональный подарок. Он у меня тоже заготовлен. Друзья, спасибо вам за такие интересные вопросы. Не убегайте, наши помощники вам дадут призы. Александр, спасибо большое и от конференции Highload. У нас тоже есть маленький презент за такое шикарное выступление. Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем. И напоминаю, голосуйте за доклад. Если остались еще какие-то вопросы, ловите Александра в дискуссионной зоне. Спасибо. Эйч! Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...